Первый год жизни ребенка самый интересный, самый потрясающий, самый необычный и, наверное, самый сложный, как и для самого малыша, так и для его родителей. Именно в первые 12 месяцев идет очень мощное развитие всех систем организма. И именно в течение вот этих первых месяцев родители знакомятся со своим ребенком, а ребенок знакомится с ними. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр Минздрава Самарской области по городскому округу Самара. Добро пожаловать, Светлана Александровна. Добрый день. Сегодня 1 июня, и, конечно же, мы не могли не поговорить о детях, но тема сегодняшнего эфира у нас необычная, и мы ни разу не обсуждали это. Хотим поговорить о первом годе жизни малыша. И знаете, Светлана Александровна, с чем сталкиваются сразу молодые родители? С тем, что все дают советы. Советы все дают разные. Как все-таки определиться, кого слушать? Вы знаете, я, наверное, на протяжении всего своего опыта в системе здравоохранения, практически со всеми родителями, с которыми я беседовала, как доктор, как заведующее отделение, потом как руководитель детского отделения. Я всегда обращаю внимание родителей, пап и мам на то, чтобы в первую очередь прислушивались и, наверное, выполняли рекомендации врача. Потому что, конечно, бабушки, дедушки, близкие ребенка, они прожили достаточно большую жизнь, они имеют жизненный опыт, но отношение к уходу за новорожденным ребенком, к, наверное, питанию, к развитию меняется из года в год. И поэтому, конечно, в первую очередь необходимо, чтобы родители слушали своего лечащего врача-педиатра. Сейчас во время родов могут присутствовать родственники, не только уже муж, а мама, еще кто-то. И поэтому вот это таинство, оно не совсем уже такое таинство, и мы уже кое-что знаем из того, что там происходит. Так вот, очень интересно, все-таки вот эти первые манипуляции, которые доктор делает, получив в руки новорожденного малыша, что сразу происходит? Сначала, получив новорожденного малыша, доктор обращает внимание на то, что ребенок издает ли звук или нет. Для того, чтобы, если он вдруг не издал звук, то он пытается путем раздражения, рифлексогенных зон вызвать у него тот самый необходимый первый крик. Он обтирает его стерильной пеленкой. Если ребенок, когда шел по родовым путям, вдруг небольшое количество околоплодных вод наглотался, то происходит отсасывание тех самых околоплодных вод из носа, может быть, изо рта ребенка. Затем ребенку, естественно, перерезает пуповину. Если есть, ну, как правило, кто-то кладет, кто-то нет, под лучистое тепло, потому что разница температуры той, которая была внутриутробной, окружающей среды практически 10 градусов, и для ребенка это... Холодновато. Холодновато. Ну и, как правило, и вот это очень важно, следующее, что делают, это ребенка, оценив по системе Абгар, кладут на грудь маме. Что такое эта система Абгар? Интересно, какие показатели там оцениваются? Вы знаете, как ни странно, эта система была изобретена 60 лет тому назад американским анестезиологом Вирджинией Абгар. Ну, что не так давно, кстати. И она в первый раз применялась, да, применялась ею. Это система, которая оценивает пять показателей. Первый показатель – это цвет кожных покров, мышечный тонус, рефлексы, затем дыхание и сердечно-сосудистую систему. И если у ребенка все органы и системы функционируют, ну, идеально, то это два балла, если есть какие-то небольшие отклонения, то это один балл, а если, например, ребенок вообще не закричал, то это ноль баллов. Ой, то есть двухбальная система. Двухбальная система каждого показателя, и максимально ребенок может получить 10 баллов, но это не очень реально. А, как правило, это 8-9 баллов. Это вот самое оптимальное количество баллов у абсолютно здорового ребенка. Ну, здесь вот в основном визуальный осмотр происходит, да, происходит, оценить кожные покровы, там, рефлексы какие-то. Кожные покровы и рефлексы, да. Сердце, дыхание, да. То есть это и визуально, и при помощи фонодоскопа. А пока ребенок находится в родильном доме, какие анализы берут у него? Вы знаете, у ребенка, когда он находится в родильном доме, берут исследования, проводят аудиологический скрининг, определяют потенциал слуха. Затем у ребенка берут два вида анализов на неонатальный скрининг. И с 2023 года появился более широкий спектр. Это расширенный неонатальный скрининг на 31-36 видов рожденной патологии. Кому-то из детей при наличии показаний могут взять общий анализ крови, общий анализ мочи, могут группы крови, как правило, смотрят, резус-фактор. То есть есть какие-то четко прописанные обязательные анализы, о которых я сказала. Есть те анализы, которые, если что-то не будет докторам нравиться, могут сделать при наличии медицинских показаний. Ну это прям буквально целую карту будущего сразу же можно с первых дней жизни расписать. Да, причем за 3-5 дней, пока ребенок находится в роддоме. Фантастика. А вы сказали, что иногда, а мне кажется, что это вот сейчас достаточно часто практикуют, малыша кладут на живот маме в первые прям вот минуты после родов. Это же, наверное, не просто для того, чтобы мама полюбовалась на своего младенца. Вы знаете, конечно, это не просто потому, хотя и с другой стороны, и потому, чтобы она полюбовалась. Тоже приятно, да. Это в первую очередь телесный контакт, да, это обмен той положительной энергии, причем не только маминой, но и ребенка. Это за счет телесного контакта микрофлоры и обмен. После того, как ребенок полежит, и они энергетически с мамой обменяются, практикуют, как правило, чтобы ребенок потянулся за грудью мамы и сделал каких-то несколько сосательных движений. То есть это уже с микрофлорой кожных покровов, ореола соска происходит обсеменение теми положительными микроорганизмами, которые им нужны ребенку для дальнейшей жизни, для пищеварения, для переваривания. То есть это целый такой ритуал, который имеет глубокий смысл и который, я считаю, что просто необходим. То есть это не вот тебе сказки какие-то выдуманные, да? Нет, конечно, нет, это все обосновано биологически, исследованиями апробировано. То есть это очень-очень важный момент. Но еще раньше новорожденного младенца сразу же уносили, увозили, и мама его там могла увидеть, когда приносили на кормление, первый раз, ну, могли пройти сутки до этого, могло больше. Сейчас, опять-таки, во многих родильных домах практикуют совместное пребывание сразу мамы и ребенка в одной палате. А вот в этом тоже есть какой-то смысл в плане медицины? Вы знаете, ну, я так думаю, что, наверное, в 99% роддомов сейчас практикуют совместное пребывание. Но при наличии, например, медицинских каких-то противопоказаний, конечно, мама в зависимости от состояния своего здоровья может находиться отдельно от ребенка, если на то есть медицинские противопоказания. Но вот то, о чем мы с вами говорим, когда ребенок находится совместно в одной палате с мамой, это, опять же, имеет глубокий... Сакральный смысл. Сакральный смысл, потому что, начиная с рождения, ребенка кормят по потребностям. И поэтому мама следит за тем, чтобы, если ребенок хочет есть, то она должна ему предложить, естественно, грудную железу, грудное молоко. И только, наверное, к концу первого месяца жизни, где-то ближе к двум месяцам жизни, у них получится приблизительно стабильный перерыв между кормлениями, там, например, два с половиной-три часа. А все первое время ребенок кормится по требованию. И поэтому, конечно, требования, которые будет предъявлять ребенок по кормлению, будет реализовать мама, предлагая ему грудное молоко. Жизнь сегодняшней реалии таковы, что все-таки неожиданно и достаточно часто слышим, что возникают какие-то патологии у новорожденных. Зачем необходим глаз да глаз с первых дней жизни, как, может быть, медицинских работников, так и родителей, конечно? Вы знаете, конечно, ребенок, несмотря на то, что первые три месяца жизни, мы прекрасно с вами знаем, что он практически не умеет делать ничего самостоятельно, он не держит голову, он еще... Ест. Ест – это да. Да, это самое важное, для того, чтобы он рос здоровеньким. Он кушает, но не переворачивается, не держит головку. И поэтому, казалось бы, на самом деле, почему глаз да глаз? Потому что у ребенка вся деятельность его, мышечный тонус, он имеет склонность... То есть ребенок рождается в гипертонусе. И поэтому даже если рядом с ним находится какая-то, допустим, плотная твердая стенка, может оттолкнуться ножкой от даже того же самого пеленального столика, если он там перепеленался, перепеленалывался, как правильно сказать, мамой, вот. И мама на секунду может отвернуться, а ребенок в это время может просто-напросто упасть от этого пеленального столика. Казалось бы, который не двигается. Абсолютно. Причем у ребенка в первый, наверное, месяц жизни хаотичные движения, он может сам себя повредить, потому что, конечно, это еще не контролируется нервной системой. И поэтому за ребенком, наверное, на протяжении всей его жизни, нужен глаз да глаз. А до года особенно. Вы знаете, пока готовилась к программе, нашла информацию о том, что самым опасным периодом считаются 28 дней с момента рождения. Может быть, это не соответствует истине? Если да, то почему? Почему 28 дней? Вы знаете, эти 28 дней называются периодом врожденности у ребенка. Это тот период времени, когда у него могут быть транзиторно проходить, может быть заметно, может быть незаметно для родителей. Те физиологические состояния, то есть это не отклонение от возможной нормы, но эти состояния, они пугают родителей своими проявлениями. О чем я говорю? Например, у ребенка, еще поскольку у нас сейчас не так длительно находится ребенок в роддоме, где-то на 5-6 день может быть физиологическая убыль массы тела. У ребенка может быть физиологическая желтуха, у него может быть гормональный криз, у него может быть эритема кожи. То есть внешне, конечно, это выглядит как что-то для родителей ужасающее. И на слух тоже. И на слух, наверное, да. Но мы, медики, знаем, что это, как я уже сказала, транзиторное состояние, которое должно вновь пройти и быть не позже двух недель, и продолжительностью, ну, около недели, может быть, максимум 10 дней. Это норма. Если вдруг, то те страшные слова, которые я произносила, затягиваются, и, допустим, это очень беспокоит ребенка, влияя на его сон, на его аппетит, в обязательном порядке, конечно, родители должны обратиться к врачу, потому что эти транзиторные состояния физиологические могут перейти в патологические состояния. Это те состояния, которые будут нуждаться в коррекции, в обследовании и возможной терапии. Я напомню нашим зрителям, что сегодня в нашей студии Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр Минздрава Самарской области по городскому округу Самары, и мы говорим о жизни ребенка от нуля до 12 месяцев, о первом годе жизни ребенка. А вот какие, ну, мама же, когда ребенок рождается, и родственники все, мы сразу его рассматриваем, считаем пальчики на ногах, на руках, там все хорошо, все красиво у нашего малыша. Но все-таки какие вот первые внешние проявления, ну, например, непропорционально большая голова или там, может быть, где-то волосяной покров, вот чего не нужно пугаться, и что со временем придет в норму? Вы знаете, конечно, новорожденный ребенок, он отличается от нас от взрослых. Совершенно справедливо, что у него несколько больше размер головы, это в среднем 35-36 сантиметров. У него достаточно длинные конечности, и они где-то от 40 до 50 процентов размер туловища. Ребенок в течение всей своей жизни утроит вес, утроит длину тела, точно так же увеличится у него в размере конечности. У него могут быть пушковые волосы, у него могут быть родимые пятна. Достаточно того, чтобы мама, папа, может быть, кто-то из родственников внимательно рассмотрел ребенка. И я всегда рекомендую родителям, если возникают какие-то вопросы, лучше их записать, потому что с заботой о ребенке можно забыть те интересующие вопросы, которые, в принципе, тревожат в плане состояния здоровья ребенка. А обязательно задайте врачу, потому что что-то, то, что тревожит родителей, врач может и должен рассказать о том, что это, что с этим делать, и тревожится родителям, либо нет. Давайте из роддома уже уходить. Пошли домой. На какой-то день, не знаю на какой именно, к новорожденному приходит домой доктор. Это правильно? Это соответствует действительности? Как правило, через день после выписки из родительного дома на первый патронаж, бывает либо врачебно-сестринский, когда приходит, и доктор, и медсестра, если они есть на территории обслуживания проживания ребенка, либо они могут прийти по очереди друг за другом. На это должны быть и врачи, и медицинская сестра. И через какой-то период времени, если нет показаний, и ребенок абсолютно здоров, визит медработника должен повториться. Это все происходит в периоде до месяца. Если родители что-то тревожат, и у них возникают вопросы, и они не знают на них ответы, они могут точно так же позвонить в лечебное учреждение, на территории которого они проживают, амбулаторное, их обязательно, вызов будет зарегистрирован, и обязательно доктор придет к ним, если их что-то тревожит. Но визит врача после выписки из роддома – это не более двух раз. Одна моя знакомая работала и рожала за границей, и пока она вынашивала ребенка, их обучали, как за будущим малышом ухаживать. Когда ребенок родился, ни на второй, ни на пятый, ни на пятнадцатый, ни на двадцатый день к ним домой доктор не пришел. И когда начала этим возмущаться бабушка, побежала в поликлинику, и что такое, почему так, бабушки мягко объяснили, что будущих родителей обучают уходу за малышом заранее. И врача можно вызывать только, если есть к этому какие-то показания, то есть уже непосредственное заболевание. А если родители не справляются, то, в общем-то, опека может ребенка конфисковать. Так что получается, как здорово, что у нас все эти вопросы можно задать доктору, который пришел к тебе домой. Да, я с вами согласна. Отступление такое было. Давайте вот сейчас какие-то вопросы, которые могут возникать у молодых родителей. Они же могут и посмотреть нашу программу, может быть, получить на них ответы. Что сегодня медицина говорит по поводу различного рода стерильности? Стирать, кипятить пеленки, проглаживать горячим утюгом. Сейчас же никто не пользуется, наверное, пеленками, только памперсы, да. По поводу купания ребенка в кипяченой воде. Вот насколько нужно оберегать малыша в первый год жизни от каких-то возможных внешних факторов? Вы знаете, сейчас мы не даем таких рекомендаций родителям. У них пуповина находится под скобкой. Мы не вмешиваемся в этот процесс и ждем, пока пуповинный остаток отпадет. Ребенок купается в проточной воде. Не нужно ее кипятить. Не нужно ее кипятить. Температура около 37, может быть, 37,1 градуса. Какие-то стерильные условия, например, поскольку у нас сейчас свободное пеленание, мы рекомендуем отдельную, например, распашонку, отдельные штанишки, то, допустим, обрабатывать кожу, головы, лица, глаз, чем-то предварительно прикипяченным, стерильным, в этом тоже нет необходимости, потому что мы сейчас считаем, чтобы у ребенка было максимальное количество разнообразия микрофлоры, он должен с ней встречаться, он должен ее получать, он должен вырабатывать при ее обсеменении кожи, это такое нормальное слово, собственный иммунитет, потому что ему жить, а в стерильных условиях жить не получится. Светлана Александровна, я думаю, немаловажный вопрос стоит проговорить по поводу вакцинации. Ну, слушай, последние годы крайне неоднозначные отношения, первый год жизни, от каких прививок, в принципе, нельзя отказываться, что необходимо сделать ребенку, вот именно от нуля до двенадцати? Вы знаете, наш отечественный календарь, если мы его сравним с европейским, он отличается в сторону гораздо меньшего количества вакцинаций, но при этом он оптимален. Я, например, как врач-педиатр, который имеет стаж 30 лет работы, я рекомендую все прививки, которые включены в наш национальный календарь для детей до года, обязательно их детям проводить, потому что, как ни странно, у нас появляются случаи, завозные случаи той или иной инфекции в течение года, периодически, и дети, если они не привиты, они в более старшем возрасте более тяжело болеют, не дай бог, это будет осложненное течение, я уже не говорю никаких более других тяжелых последствий. В первую очередь, ребенка до года прививают от гепатита и от туберкулеза вакцины и БЦЖ, вакцины и от гепатита. Затем ребенку делается профилактическая прививка от гемофильной и пневмококовой инфекции. Кстати, если мы, начиная с шести месяцев, в эту вакцинацию включаем еще и вакцинацию от гриппа, которую делаете ежегодно, то заболеваемость ребенка вирусными инфекциями снижается, по литературным данным, практически на 30-40%, если только прислушиваться к рекомендации врача и делать эти прививки, именно гемофильная, пневмококковая и грипп ежегодно. Еще ребенка до года делают вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомелита. Много. Да, но в Европе еще менингит, ротовирусная, вилоспопиом человек, ветряная оспа. Я считаю, что эти все прививки тоже нужны, потому что в течение их, если ребенок переболевает, более тяжелое, и потом в течение всей жизни, например, герпес, который живет у нас в спинном мозге, он осложняет течение любого заболевания. Поэтому, конечно, лучше успеть. Ребенок либо переболеет, либо будет защищен путем проведения прививки. И это будет все-таки лучше. По поводу того, нужно ли обращаться к врачам, если ничто не беспокоит? Есть мамы тревожные, которые, наверное, по каждому поводу обращаются, а есть, скорее всего, и другая категория. А все-таки каких специалистов необходимо пройти в течение, я не знаю, ну, если не года, то, может быть, в течение первого полугодия? Все медработники у нас сейчас работают и объединены единой законодательной базой, в соответствии с которой ребенок первого года жизни должен быть осмотрен в соответствии с приказом о профилактических осмотрах детей. В первую очередь он ежемесячно осматривается, приглашается врачом-педиатром на прием. Это может быть чуть-чуть почаще, если, допустим, какие-то иные цели нужны. Не просто осмотр, а может быть, какая-то дополнительная прививка или с какой-то другой целью. Ребенку обязательно двукратно делается общий анализ крови и общий анализ мочи за первый год. Ребенок в обязательном порядке до трех месяцев обследуется инструментальными методами ультразвуковой диагностикой. Ему делается УЗИ головного мозга, нейросонография, ему делается УЗИ брюшной полости, ему делается УЗИ почек, ему делается УЗИ тазобедренных суставов и УЗИ сердца. И ребенок обязательно осматривается врачами-специалистами. Это невролог, это хирург, это лор-врач от Ирины Леринголог, это травматолог-ортопед. И потом повторно он осматривается практически всеми же этими специалистами, плюс еще стоматолог в год. То есть достаточно такой напряженный план наблюдения. И, конечно же, если у родителей появляются какие-то жалобы, если что-то в состоянии здоровья ребенка врачу не то, что не нравится, а вызывает опасения, нуждается в связи с этим ребенок в каких-то дополнительных методиках исследования, обследования, ребенок будет приглашаться еще и чаще. Ну, одним словом, что лично я услышала, что все равно ребенок под контролем, здоровье его под контролем, и хорошо, что у нас медицина такая, что еще и доктор домой придет и посмотрит малыша. Нам остается только пожелать нашим зрителям, нашим молодым родителям растить здоровых малышей. Благодарю вас за участие в программе. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин